Ну, прежде чем начать непосредственно говорить, в чем же состоит новая система обращений с отходами 1-го и 2-го классов, я хотела бы сакцентировать ваше внимание на том, что есть отходы 1-го и 2-го классов. В первую очередь у нас есть федеральный классификатор отходов, который утвержден приказом Роспроводнадзора. Так вот, в соответствии с ним у нас есть перечень отходов. На сегодняшний день отходы 1-го и 2-го класса в этом классификаторе представлены 444 позициями. Вот я привела некоторые из них для того, чтобы вы понимали. То есть, к сожалению, зачастую, да, но, наверное, поскольку эти отходы нам ближе, если так можно выразиться, мы всегда считаем, что отходы 1-го и 2-го класса это ртутные лампы, это аккумуляторы, это батарейки, но, однако, здесь более широкий состав. Ну и, собственно, то, что я привела, это также видно. В принципе, если характеризовать в общем виде, то отходы 1-го и 2-го классов это те отходы, которые возникают в результате деятельности крупных промышленных предприятий. Ну, вот, если так можно выразиться, это некие отходы со сложным химическим составом. Как сегодня выглядит действующая система обращения с такими отходами? В первую очередь у нас есть некий образователь отходов, это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Далее в процессе хозяйственной деятельности у таких лиц образуются отходы 1-го и 2-го класса, и у него в силу законодательства есть обязанность, соответственно, утилизировать, обезвредить, либо разместить такие отходы. Для этого он обращается к сторонним организациям. Здесь, как вот я пометила на схеме, это лица, которые утилизируют, обезвреживают отходы, и лица, которые их размещают. Такими лицами отходообразователь заключает гражданско-правовой договор. Его форма ничем не утверждена, соответственно, исходя из принципа свободы договора, как стороны договорятся, такой договор они и заключат. Главное, чтобы было обязательство со стороны такого лица действительно утилизировать, обезвредить, либо разместить такие отходы. Далее, для того, чтобы привести такие отходы на объект, у нас появляется лицо транспортирующие отходы, но это обыкновенный переводчик. С ним также заключается отдельный гражданско-правовой договор, вместе с тем иногда фигура транспортировщика отходов совпадает с фигурой утилизатора, либо лица, который обезвреживает и размещает отходы. Какое сегодня главное требование, предъедаемое к таким лицам? Самое главное требование, это чтобы у таких лиц была лицензия на обращение с такими видами отходов. И в принципе все. И в чем же, если так можно выразить, ущербность данной конструкции? Она заключается в том, что образователь заинтересован исполнить свою обязанность и передать отходы лицу, у которого есть лицензия. Отходный образователь не заинтересован в контроле за результатом выполненных работ. Ему неинтересно, действительно ли его ртутные лампы были утилизированы лицом, с которым он заключил договор. Соответственно, лицо, которое принимает такие отходы, будет хорошо, если это добросовестный участник рынка, у него действительно есть установки по переработке таких отходов. Но вместе с тем, если это лицо недобросовестное, а, к сожалению, на рынке у нас сегодня сплошь и рядом такие ситуации, то его задача просто получить отходы, получить за их переработку деньги, а дальше уже у каждого своя история, как он будет обращаться с такими отходами. Исходя из этого, соответственно, и возникают ситуации, когда у нас есть несанкционированные свалки, когда у нас есть факты загрязнения экологии и так далее. Соответственно, для того, чтобы систематизировать ситуацию в этой части, разработан федеральный проект инфраструктуры для обращения с отходами 1-2 класса. Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта экология. Соответственно, какие два основных мероприятия реализуются в рамках федерального проекта? В первую очередь, это разработка утверждений, введения в действие федеральной схемы обращения с отходами 1-2 класса. И вторая задача – это разработка утверждений, введения в действие государственной информационной системы обращения с отходами 1-2 класса опасности. Соответственно, вот два мероприятия, которые сегодня у нас начинают, которые мы и реализуем. Для того, чтобы грамотно реализовать федеральный проект, создана на сегодняшний день вся нормативная база. Собственно, принят федеральный закон 225, который был принят 26 июля 2019 года. Им установлены основные положения о том, как же будет реализована система обращения с такими отходами. Ну, то есть, это закреплены те особенности обращения. Также закреплен правовой статус федеральной схемы обращения с отходами 1-2 класса и статус государственной информационной системы учета и контроля за обращением с такими отходами. В исполнении положения 225-го федерального закона принята вся необходимая нормативно-правовая база. В первую очередь, это постановление правительства номер 1305, с которым утверждены правила разработки и утверждения корректировки федеральной схемы обращения с отходами. Это постановление правительства 1346, с которым утверждено положение у государственной информационной системы учета и контроля за обращением с такими отходами. А также постановление, которым утверждается типовая форма договора на обращение с отходами 1-2 класса. Если в общем виде, то вот так будет выглядеть новая система обращения с отходами 1-2 класса. Ну, соответственно, в центре всего у нас находится федеральный проект и фигура федерального оператора. Соответственно, в рамках реализации задачи по созданию государственной информационной системы обращения с отходами 1-2 класса у нас появляется, как я уже сказала, фигура федерального оператора. Фигура федерального оператора, ну, собственно, личность федерального оператора утверждается распоряжением правительства. Это уже сделано 14 ноября 2019 года, и федеральным оператором определено в ГУП федеральный экологический оператор предприятия Госкорпорации Росатом. Собственно, то предприятие, сотрудником которого я и являюсь. Федеральный оператор станет тем лицом, если так можно сказать, единым окном по приему отходов 1-2 классов, которые образуются у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Собственно, ему будут передаваться все такие отходы для дальнейшего обращения с ними. Далее у нас появляется федеральная схема. Федеральная схема представляет собой документ, документ в письменной форме. Этот документ утверждается распоряжением правительства Российской Федерации. Его срок утверждения конец этого 2020 года. Соответственно, в этом документе будет зафиксировано положение вещей в системе обращения с отходами 1-2 класса в статике. Что это означает? Мы зафиксируем в нем, кто является образователями отходов, кто является операторами по обращению с такими отходами, какие на сегодняшний день существуют схемы потоков таких отходов, сколько отходов образуется, и самое главное, какой процент отходов из образованных идет на утилизацию, на обезвреживание, на размещение. То есть мы будем с вами понимать баланс переработки таких отходов. Далее это государственная информационная система, учета и контроля за обращением с отходами 1-2 класса. В государственной информационной системе, наоборот, вся информация будет развиваться в динамике. То есть поскольку у нас поставщики информации обязаны размещать туда информацию о своей деятельности, а поставщики это и образователи отходов, и операторы по обращению с такими отходами, плюс такие лица обязаны актуализировать сведения в течение 10 дней с даты их изменения, то, соответственно, это действительно будет тот информационный ресурс, на котором мы будем иметь возможность получить информацию о ситуации по обращению с отходами 1-2 класса в каждый конкретный момент времени. То есть это наша будет интерактивная карта. Плюс в государственной информационной системе будут заключаться договоры между федеральным оператором и образовательными отходами на обращение с такими отходами и федеральным операторам и операторам. То есть на предоставление услуг операторов по переработке таких отходов. Но, наконец, важнейшая составляющая данная система – это тариф. На сегодняшний день в рамках 225-го закона, в котором внесены изменения в закон об отходах производства и потребления 89-й, четко зафиксировано, что деятельность федерального оператора подлежит тарифицированию, то есть на услуги федерального оператора будут утверждены тарифы. Это принципиально важный момент, поскольку для нас очень важно, чтобы услуги федерального оператора, стоимость этих услуг формировалась не по какому-то внутреннему убеждению федерального оператора, а чтобы это были действительно утвержденные государственные расценки. При этом, конечно, утверждение тарифов подчиняется принципу экономической обоснованности. В этом смысле государство станет как орбита при утверждении тарифов, оценивает, экономически обоснованы или нет расходы, были предъявлены федеральному оператору при утверждении ему тарифа. И второе важнейшее направление реализации государственной системы обращения с отходами первого и второго класса – это создание базовой инфраструктуры. На сегодняшний день в законе об отходах к производству и потреблению зафиксировано, что федеральный оператор принимает отходы, которые образуются у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе хозяйственной деятельности, в которых такие отходы образованы. Принимая такие отходы, федеральный оператор либо самостоятельно осуществляет образование с такими отходами, либо с привлечением операторов по обращению с ними. Так вот, для того, чтобы у федерального оператора была возможность самостоятельно обращаться с отходами первого и второго класса, собственно, решается задача создания базовой инфраструктуры. На сегодняшний день у нас проектируется 4 экотехнопарка. Это Мирный в Кировской области, Михайловский в Саратовской области, Камбарка в Удмуртской республике, еще и Черкорганская область. И вот на этих экотехнопарках, собственно, федеральный оператор и будет осуществлять деятельность по обращению и переработке отходов первого и второго класса. В планах у федерального оператора строительство еще трех таких заводов. Пока место их расположения определяется, но то, что мы имеем в виду на этот счет. Более подробно еще раз остановлюсь. То есть федеральный оператор, это ГУП «Федеральный экологический оператор», это предприятие госкорпорации «Росатом», которое определено распоряжением правительства 2684 от 14 ноября 2019 года. Какие же функции будет осуществлять федеральный оператор? Ну, в первую очередь, да, как я уже говорила, он будет осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживания и размещению отходов первого и второго класса самостоятельно или с привлечением оператора. Он будет представлять в уполномоченный орган предложение по установлению тарифов на обращение с такими отходами. Также федеральный оператор является оператором государственной информационной системы по обращению с отходами. Также будет осуществлять иные функции. Но, как я уже отвечала, федеральный оператор станет, по сути, единым окном приема отходов первого и второго класса, всех образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отходов. Вот экотехнопарки, здесь я привела их фотографии, то, как они выглядят. Вообще, сегодня у нас вот экотехнопарки проектируются на базе заводов по утилизации химического оружия. И, собственно, они сегодня перепрофилируются под нужды переработки отходов первого и второго класса опасности. Федеральная схема обращения с отходами. Но, как я уже говорила, у нас изменениями в 89-й закон утвержден правовой статус такой федеральной схемы, точнее, в статье 14.2. Плюс утверждены правительством правила разработки утверждение и корректировки федеральной схемы. Утвердить федеральную схему мы должны по 31 декабря 2020 года, то есть до конца этого года. Поэтому, конечно, на сегодняшний день у нас уже очень активно ведется работа по формированию федеральной схемы. Далее. У нас цель создания федеральной схемы – это организация деятельности по обращению с отходами первого и второго класса опасности и источником формирования федеральной схемы станут территориальные схемы по обращению с отходов, которые утверждаются каждым субъектом Российской Федерации, и государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго класса. То есть федеральная схема будет закреплять положение вещей встать. Какие разделы будут у федеральной схемы? Я на слайде привела исчерпывающий перечень таких разделов. Соответственно, если говорить крупными блоками, то это сведения об образователях отходов. Соответственно, что это за юридические лица индивидуальных предпринимателей, какие отходы они образуют, отходы какого вида. Какие у них утверждены нормативы образования, лимиты на размещение. Также это сведения об операторах по обращению с отходами, то есть у кого сегодня есть лицензия на обращение с отходами первого и второго класса. При этом, какие у операторов есть мощности по переработке таких отходов. Далее у нас идут, как я уже говорила, количественный баланс, то есть сведения о фактическом количестве образующихся отходов, о том, сколько обработано, утилизировано, обезврежено и размещено отходов первого и второго класса. Далее это схема потоков таких отходов, то есть как она выстроена. Далее это баланс количественных характеристик, образование отходов с мощностями по их переработке. И также важные разделы, планы о строительстве новых мощностей по переработке таких отходов и данные в оценке потребности финансирования такого строительства. Далее на слайдах я привожу вам пример, как будет выглядеть федеральная схема. Как я уже отмечала и еще раз подчеркнула, она будет утверждаться распоряжением правительства. И вот, собственно, в табличной форме, как сейчас приведено на слайде, будут сформированы разделы федеральной схемы. В данном случае сведения о местах нахождения, мощности, технических характеристик объектов переработки. И вот, собственно, схема потоков, данные о целевых показателях, как это все будет выглядеть. Баланс количественных характеристик подходов, планы на строительство и оценка потребностей в таком строительстве. Поскольку федеральная схема должна быть утверждена до конца 2020 года, то сегодня начата необходимая работа по формированию федеральной схемы. То есть мы там активно в конце 2019 года сформировали раздел по операторам обращения с отходами. На сегодняшний день мы занимаемся разделом по образованию отходов, по количеству трезерных обезвреженных. Соответственно, федеральная схема разрабатывается в госкорпорации Росатом совместно с федеральным оператором. Далее, по завершению разработки федеральной схемы, мы ее направим в Министерство природных ресурсов Российской Федерации на согласование. И после получения согласования Минприроды федеральная схема будет представлена в правительство на утверждение. И уже после этого у нас получится распоряжение правительства. Какой порядок корректировки федеральной схемы заложен на сегодняшний день нормативных актов. Но необходимо понимать, что федеральная схема, конечно, не может быть документом, который не подлежит изменению. То есть мы фиксируем положение вещей в статике, но вместе с тем данные могут измениться. Так вот, сегодня в постановлении о федеральной схеме предусмотрено, что корректировка федеральной схемы осуществляется 1 апреля каждого года. И изменению подлежат, я перечислю, ну, по сути, почти все виды сведений, которые размещаются в федеральной схеме. То есть мы можем сказать, что ежегодно подлежит актуализация утвержденной федеральной схемы. Вместе с тем есть некоторые сведения, которые подлежат актуализации раньше, чем раз в год. Это сведения о местах нахождения мощности технических характеристиках объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов и сведения об операторах по обращению с отходами 1-2 класса. Соответственно, такие сведения подлежат актуализации каждые 3 месяца со дня размещения таких сведений в государственную функционную систему. То есть как только в государственной функционной системе у нас размещены новые сведения, либо изменены старые, которые размещены, то у нас появляется обязательство скорректировать такие сведения в рамках федеральной схемы. И, соответственно, корректировка федеральной схемы будет осуществляться в том же порядке, что и ее утверждение. Корректировкой занимается госкорпорация Росатом совместно с федеральным оператором, и после разработки таких корректировок они согласовываются с Минприродой и далее уже поступают на утверждение у меня в правительство. Значит, вот сейчас я рассказала про первый наш блок, про блок федеральной схемы. Сейчас я посмотрю, какие поступили вопросы от участников. Ну, как я понимаю, у нас нет в общем чате вопросов. Хорошо. Просьба, если вопросы появляются, создавайте их в общий чат. Я вот, собственно, таким методом по мере поступления буду отвечать на поступающие вопросы. Хорошо, тогда продолжим дальше. Далее я бы хотела более подробно рассказать о государственной функциональной системе учета и контроля за обращением с отходами 1-2 класса. Правое положение построения данной функциональной системы у нас зафиксировано в статье 14.3 Федерального закона 89-го о подходах к производству и потреблении, а также в утвержденном правительственном положении о ГИС АПВК. Срок ввода ГИС АПВК в эксплуатацию составляет 31 декабря 2021 года. Цель создания ГИС – это информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 1-2 класса. И оператором ГИС АПВК является федеральный оператор по обращению с отходами 1-2 класса. Конечно, у нас серьезное время до конца 2021 года на создание системы, и в 2019 году нами был выбран подрядчик, который на сегодняшний день проектирует ГИС АПВК. И, соответственно, сегодня у нас ведется создание ГИС АПВК. Создание ГИС АПВК осуществляется в три этапа. На первом этапе у нас формируются личные кабинеты образователей отходов и операторов по обращению с такими отходами. Эта работа у нас завершена в 2019 году. Далее второй этап проектирования системы. В рамках него разрабатывается договорной модуль, то есть это та работа, которая будет вестись федеральным оператором совместно с образователями отходов и совместно с операторами по обращению с такими отходами. Далее это модуль, который позволит формировать аналитику, формировать какие-то статистические данные. И, значит, это второй этап системы на сегодняшний день находится на этапе проектирования. Далее мы закончим третьим этапом создания системы, в рамках которого уже будет, например, модули моделирования и прогнозирования, когда мы сможем формировать какую-то ситуацию, проектировать. Например, спроектировать о том, как было бы, если бы, например, в этой конкретной точке располагался новый объект по переработке отходов. Какие на сегодняшний день цели уже обозначены, информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами первого и второго класса, какие мы сегодня задачи ставим? Ну, в первую очередь, это задача сделать сферу обращения с отходами первого и второго класса прозрачной. Сделать ее прозрачной. Соответственно, мы, как федеральный оператор, будем понимать все места образования входа, потоки, кто перерабатывает, мы сможем контролировать результат работы, переработки таких отходов. Далее мы сможем видеть в интерактивном режиме, по сути, карту Российской Федерации со всеми данными о местах образования, переработке отходов, потоков передвижения таких отходов. Ну, то есть будем владеть всей необходимой информацией о сфере обращения с отходами первого и второго класса. Ну, соответственно, мы сможем проверить, насколько оптимально выстроена федеральная схема и в случае изменения ситуации скорректировать какие-то положения. Плюс очень важно, что ГИС АПВК будет сформироваться не по принципу, как это сегодня есть у ряда государственных систем, когда поставщики информации заходят, размещают данные, которые им предписано разместить. Те данные никто не проверяет, и они вот просто попадают в систему. Единственным, по сути, мотивом разместить действительно достоверно актуальные данные является страх административного наказания. В нашем случае у нас контроль будет осуществляться федеральным оператором. Федеральный оператор, прежде чем разместить сведения в систему, будет осуществлять их проверку, верификацию с теми сведения, которые есть уже в открытых источниках. Для этого у нас предусмотрена интеграция ГИС АПВК с другими информационными системами, в частности, системой, значит, Роспроднадзора с их системами, с реестром лицензии, который ведет Роспроднадзор, также с системой налоговой и рядом других. Плюс у нас появится возможность посредством интеграции системы ГЛОНАСС отслеживать передвижение транспортных средств операторов по транспортированию отходов, что тоже нам будет давать дополнительные сведения. Ну и в конечном счете мы сможем осуществлять оперативный контроль за обращением с отходами. Поставщиками информации ГИС АПВК станут образователи отходов и операторы по обращению с такими отходами. Какие важнейшие принципы построения системы? Это принцип безвозмездности предоставления информации в систему, то есть понятно, что информация будет размещаться поставщиками безвозмездно, то есть денег, никакой платы за размещение данных ГИС, естественно, браться не будет. Это однократность ввода информации, то есть не будет возможности после, например, уже размещения информации каким-то образом скорректировать, поменять, например, данные в образовании отходов, то есть это все будет будет невозможно. И однократность свода информации еще и обусловлена тем, что поскольку у нас ГИС АПВК будет интегрироваться с другими информсистемами, то не потребуется поставщикам размещать те сведения, которые уже есть в других информационных системах. Например, самый яркий пример — это сведения, которые содержатся в реестре лицензии. Вот эти сведения в реестре лицензии у нас сегодня есть интеграция с ГИС АПВК, и поэтому все эти данные будут подгружены в автоматическом режиме. И поэтому, когда оператор по обращению с отходом будет заходить в систему, у него данные по его лицензии уже будут подгружены, ему повторно их размещать не потребуется. Ну и, конечно, принципы полноты, достоверности и своевременности предоставления информации — это те принципы, которые, собственно, должны соблюдать уже поставщики информации в систему. Как я уже сказала, федеральный оператор будет осуществлять верификацию предоставляемых сведений и их проверку. Вместе с тем, мы, конечно, помимо этой проверки видим очень важный шаг в последующем введение самостоятельного состава административного правонарушения, то есть административной ответственности за неразмещение сведений в ГИС АПВК, размещение таких сведений не в полном объеме, либо недостоверных, неактуальных сведений. Такая работа на сегодняшний день ведется, это очень распространенная практика. Почти все государственные функционные системы сегодня пошли по такому пути, и именно вот за неразмещение сведений предусмотрена административная ответственность. Это очень хороший стимул для того, чтобы размещать сведения и для того, чтобы размещать действительно актуальные сведения. Далее я бы хотела вам показать экранные формы того, как будут выглядеть личные кабинеты ГИС АПВК. Это то, что на сегодняшний день уже сделано. То есть мы вот видим, например, что в данном случае у нас личный кабинет, поскольку здесь подгружена лицензия, мы можем сделать вывод, что это личный кабинет оператора по обращению с отходами. При этом здесь же еще и прогружены источники образования. То есть вполне возможна ситуация, что у нас есть образователь отходов, и плюс у него есть, например, какая-то лицензия. Но предположим, на транспортирование таких отходов. В этом случае вот, собственно, таким образом и будет отображаться личный кабинет. Мы видим, вот, кстати говоря, верхний, вот здесь вот, да, где у нас встречается мой профиль, здесь подгружаются данные из налоговой. То есть это полностью будет идти интеграция с порталом налоговой, за исключением некоторых, да. Вот вы видите здесь, например, прочерки. Это те сведения, которые отсутствуют в системе налоговой. Здесь, да, действительно придется идти в личном режиме. Что касается лицензии, то мы видим, что здесь все абсолютно прогружено. Источники образования. Очень важно, что в источниках образования и местах накопления, да, мы указываем, где, да, это расположено, и, главное, делаем фотографию, потому что ситуация бывает разная, и эти данные необходимы, ну, в первую очередь, федеральному оператору для того, чтобы понимать, как ему подъехать к этому месту накопления, да, как ему в последующем транспортировать. Причем место накопления размещается точкой на карте. Также видите здесь координаты этого места, указанный. Плюс у образователя отходов есть возможность прописать особые условия. То есть, возможно, есть какие-то нюансы. Мы предположим въезд на территорию, там, по спецпропуску, или, например, какая-то закрытая территория. То есть, нюансы имеют место быть. Далее указываются виды образуемых отходов, да, они будут ровно те, которые сегодня есть в федеральном классификаторе отходов. Вот, при этом, значит, также указываются емкости для таких отходов, то есть, в чем они хранятся, и, соответственно, в чем они будут передаваться транспортировщикам. Вот, собственно, здесь уже данные о транспортных средствах. Этот раздел будет заполняться операторами по транспортированию. Они будут указывать, какие транспортные средства у них есть на правил ладения. Ну, собственно, те потенциальные транспортные средства, которые будут забирать отходы первого-второго класса. Ну и плюс более подробно будут размещаться сведения о транспортном средстве. Вот, это также необходимо для того, чтобы понимать при построении потоков, при заключении договора с оператором по транспортированию эти сведения все будут необходимы. Плюс транспортные средства, ну, ровно как и все остальные информации, будь то места накопления отходов или объекты и купер-работки таких отходов, будет возможность посмотреть, ну, как бы, в виде реестра, при этом со статусом. То есть, вот вы видите, здесь, например, указано, что это черновик, то есть это значит, что в личном кабинете сведения занесены, но оператор по какой-то причине их еще не отправил на проверку федеральному оператору, то есть в статусе черновик. Так, теперь, прежде чем я подойду к рассказу о договорном модуле, я проверю вопрос. Ну, вопросов по-прежнему нет, возможно, чуть позже они будут. Соответственно, как же будет организована система взаимодействия? Ну, понятно, что мы с вами сформировали федеральную схему, мы разместили необходимые сведения в ГИСА ПВК, а теперь на основании этих сведений важнейшая задача – это заключать договоры с федеральным оператором на прием таких отходов для дальнейшей переработки, а для федерального оператора заключать такие договоры с операторами для того, чтобы отходы были переданы на переработу. И вот вся эта договорная работа, она будет произведена на платформе ГИСА ПВК, и все это будет осуществлено в электронном виде. Соответственно, кто же будет со стороны образователей отходов? Образователям отходов, ну и, собственно, контрагентам федерального оператора выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы первого и второго класса. При этом важный момент, это важное исключение, которое прямо зафиксировано в федеральном законе в 89-м, о том, что передавать отходы федеральному оператору будут не все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если у юридического лица или индивидуального предпринимателя образуются отходы, и у него есть собственные мощности по переработке таких отходов, это так называемое предприятие замкнутого цикла, то есть они произвели продукцию, получили отходы от такой продукции, и здесь же у них есть объекты по переработке таких отходов, то такие юридические лица, индивидуальные предприниматели освобождены на сегодняшний день от обязанности заключать договор с федеральным оператором. То есть сведения о них будут размечаться в системе, но мы будем понимать, как федеральные операторы, что они самостоятельно осуществляют обращение со своими отходами. Все же остальные обязаны будут заключать договор с федеральным оператором. При этом очень важно, у нас здесь еще появляется третий отходообразователь, это региональный оператор. Важным моментом при принятии изменений в федеральный закон было то, что федеральный оператор не обязан принимать отходы первого и второго класса от населения, и, соответственно, у населения нет обязанности передавать такие отходы федеральному оператору. Для того, чтобы вы понимали, у населения тоже образуются отходы указанных классов, в частности, второго класса это ртутные лампы, аккумуляторы и батарейки. И вот здесь на сегодняшний день у нас существует проблема, что такие отходы примешиваются к твердым коммунальным отходам. Как это происходит? На сегодняшний день у управляющих организаций, СЖ, УЖСК, есть обязанность обеспечить сбор отходов всех классов, в том числе и первого и второго. На практике у добросовестных организаций это выглядит как установка специальных боксов, специальных контейнеров для сбора отходов первого и второго класса. Далее такие отходы уже передаются по отдельному договору лицам, которые перерабатывают такие отходы. Но есть и много ситуаций, когда организация сбора таких отходов не настроена. И сегодня действительно можем фиксировать, что, к сожалению, в должной мере инфраструктура по сбору таких отходов у населения отсутствует. И вот здесь населению ничего не остается, как выкидывать батарейки, например, в обыкновенный контейнер для сбора ТКО. И далее уже на этапе сортировки таких отходов региональные операторы, соответственно, сортируют те же батарейки. И вот, собственно, они сегодня в законе написаны как образователи отходов. Поэтому, когда региональный оператор в результате приема твердых коммунальных отходов получает также отходы первого и второго класса, то региональный оператор обязан как образователь отходов заявить такой объем образования федеральному оператору и заключить с ним договор на передачу таких отходов. Что касается формы договора, то по договору это типовая форма, которая утверждена сегодня постановлением правительства. В этой типовой форме предусмотрено, что образовательный отход передает образованный отход федеральному оператору, он их принимает и далее перерабатывает. То есть предметом такого договора является услуга по обращению с отходами. Также там зафиксировано, что заключается договор, оплачивается 30% стоимости такого договора, остальная сумма договора после подписания акта об исполнении такого договора. Что еще важно? Важно это ответственность. На образователя отходов возложена обязанность передать образованные на него отходы в таре, в таре, которая соответствует требованиям действующей законодательства и в таре, которая пригодна для перевозки опасных грузов. Соответственно, в случае, если этого не произойдет, то оператор по транспортированию попросту не сможет принять для транспортирования такие отходы. Также очень важно, что образователь отходов должен передавать те отходы, которые действительно им заявлены. Если он заявляет, что у него образовалось две канистры серной кислоты, это значит, что по составу действительно должна передаваться серная кислота, а не какая-то смесь подобных отходов. И очень важно, что образователь отходов передает такие отходы совместно с паспортом на такие отходы. Что происходит далее? Далее федеральный оператор оставляет за собой право проверить, какие действительно отходы были ему переданы. И после проверки, если действительно подтверждается, что да, была передана серная кислота, это действительно по паспорту серная кислота и вопросов никаких не возникает, то он принимает. Если же будет выявлено, что отходы переданы не те, которые заявлены, Федеральный император попросту возвращает такие отходы отхода образователю и, соответственно, выставляет все убытки, которые он понес в связи с невозможностью исполнить заключенный договор. Такие убытки будут внести уже отходы образователя. Это очень важная составляющая данного договора, потому что, конечно, к сожалению, на практике сплошь и рядом, когда заявляется один отход, а в действительности передается другой. Значит, это вот что касается типовой формы. Что еще важно? Очень важно, что типовая форма договора, в принципе, вся договорная работа федерального оператора будет осуществляться на платформе ГИС АПВК. Для образователей отходов это будет выглядеть следующим образом. То есть он по мере времени размещает данные о том, какие виды отходов в каком объеме у него образуются. Далее у него наступает время, когда он должен передать такие отходы федеральному оператору. Он в рамках всего личного кабинета формирует заявку на вывоз отходов, указывает, какие отходы нужно вывести, в каком объеме, в какой агентаре и так далее. Вот. И передает заявку на вывоз отходов федеральному оператору. Федеральный оператор ее получает. Далее он принимает решение самостоятельно, он будет обращаться с такими отходами, либо привлечет оператора по обращению с такими отходами. Далее в случае, если это привлечение операторов, то проводится выбор такого оператора. И далее уже после заключения договоров с контрагентами, то бишь с операторами, с образователем отходов заключается договор, назначается дата вывоза таких отходов, но и в последующем к нему приезжает лицо транспортирующие отходы и забирает тень для того, чтобы перевести на объект переработки. Значит, ну вот это, пожалуй, то, что касается отношений федерального оператора и образователя. Как же строится отношение федерального оператора и оператора по обращению с отходами? Здесь ситуация выглядит следующим образом. Между федеральным оператором и операторами будет заключен гражданскоправой договор. Его форма не является типовой, поэтому это будет тот договор, который будет разработан федеральным оператором, понятно, исходя из принципа свободы договора. Что в нем будет главное зафиксировано? В нем будет зафиксировано, какие отходы, в каком количестве, какого вида, передаются операторам, передаются для осуществления какого вида деятельности. То есть это может быть транспортирование, утилизация, безврежье, размещение таких отходов. Отношение строится таким же образом, что здесь передаются отходы, он их принимает. Соответственно, отходы, например, подвергаются федеральный оператор, уже проверил эти отходы, поэтому он принимает и направляет их на переработку. Пожалуй, какой здесь самый главный аспект? Самый главный аспект – это результат переработки таких отходов. Потому что мы прекрасно понимаем, что как минимум отход после переработки должен понизить свой класс. То есть он не должен продолжать оставаться отходом первого или второго класса. Именно поэтому мы сегодня очень детально прорабатываем вопрос, какие еще возможные меры, методы может применить федеральный оператор к проверке результата переработки отходов. Ну, как понижение класса, плюс возможность проведения экспертизы того, что получилось на выходе такой переработки. То есть это те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, и которые в последующем мы отразим в договоре с операторами по обращению с отходами. Что еще? Там, ну и внизу у нас вот эко-технопарки, федеральный оператор. То есть это для тех случаев, когда федеральный оператор принял решение самостоятельно перерабатывать переданные ему отходы, ну и, собственно, он их направляет на свои эко-технопарки. Вот как-то так будет выглядеть договорная система обращения с отходами. Ну и на выходе мы получаем формирование новой централизованной системы обращения с отходами первого и второго класса. И вот на последнем слайде я бы хотела вам продемонстрировать, да, все-таки, как это во времени осуществляется реализация тех задач, которые я вам обозначила. Ну, как я уже сказала, значит, 225-й федеральный закон, который внесен изменение, 89-й закон об отходах производства и потребления, это наш базовый, да, на сегодняшний день закон, он уже вступил в силу. Это произошло 25 сентября 2019 года. Соответственно, правительству утверждены все необходимые нормативные правовые акты, и это произошло уже в октябре 2019. Федеральный оператор определён 14 ноября 2019 года. Осуществляется разработка и введение в эксплуатацию ГИС АПВК, и это запланировано 31 декабря 2021 года. Разработка и утверждение федеральной схемы у нас будет осуществлено 31 декабря 2020 года, и, соответственно, 31 декабря 2021 года будут разработаны и утверждены тарифы на услуги федерального оператора. И вот исходя из всей этой, да, системы временной шкалы, мы приходим к тому, что ориентировочная дата начала деятельности федерального оператора 1 января 2022 года. А почему дата ориентировочная? Потому что на сегодняшний день в законе сказано о том, что федеральный оператор начнёт свою деятельность через год после утверждения федеральной схемы. Поэтому, считая от предельного срока утверждения федеральной схемы 31 декабря, у нас выходит, что федеральный оператор ориентировочно начнёт деятельность с 1 января 2022 года. Вот таким образом видится, да, и выстраивается новая государственная система обращения с отходами 1-2 класса. Ещё я коротко хотела бы обозначить те вопросы, которые очень часто задают участники отрасли и на различных форумах, семинарах, и направляют нам официальные запросы. Очень многих волнует вопрос, когда же можно будет передавать федеральному оператору отходы 1-2 класса. Соответственно, сколько это будет стоить и как с ним заключить договор. Поскольку ориентировочная дата деятельности федерального оператора 1 января 2022 года, то не ранее этой даты можно будет заключить договор. В 2022 году федеральный оператор начнёт приём отходов, начнёт заключение таких договоров. Поэтому в этой же дате будут утверждены уполномоченным органам тарифы на услуги федерального оператора и федеральный оператор сможет, соответственно, поговорить стоимость своих услуг. До этой даты, ну, например, именно сейчас, то до этой даты обращение с такими отходами осуществляется в том порядке, который существует. Вы самостоятельно заключаете договоры с теми лицами, у которых есть лицензия. Второй очень важный вопрос, который задают очень многие, это о том, как стать оператором по обращению с отходами 1-2 класса и как попасть в федеральную схему обращения с такими отходами. Так вот, в 89-м законе сегодня зафиксировано определение оператора по обращению с отходами 1-2 класса. И в этом определении сказано о том, что оператор – это то лицо, у которого есть лицензия на обращение с отходами 1-2 класса. Соответственно, поскольку у нас сегодня реализуется интеграция ГИС АПВК с реестром лицензии, то и при формировании федеральной схемы, которая формируется с учетом сведений, размещенных ГИС АПВК, у нас, соответственно, будут внесены те сведения в операторах по обращению с отходами, которые имеются в реестре лицензии. То есть все те юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензия на обращение с отходами 1-2 класса, они автоматически попадут в федеральную схему. Ничего в этой связи заявлять не нужно, если, как я уже говорила, федеральная схема будет корректироваться, в частности, по сведениям об операторах, раз в 3 месяца, то если что-то изменится в течение 3 месяцев, то, конечно, будут внесены данные о новых операторах, либо о тех, которые прекратили свою деятельность, данные, напротив, будут исключены. Вот, собственно, так. Так, у нас появились вопросы, давайте к ним обратимся. Вот у нас поступил вопрос, как будет осуществляться возврат тары. Ну, сегодня этот вопрос еще решается о том, как будет построена система возврата или невозврата тары. Поэтому на сегодняшний день пока этот вопрос решается федеральным оператором. Вместе с тем, сегодня то нормативное регулирование обращения старой, да, те нормативные акты, которые утверждают требования к тары под отходы 1-2 класса, там, кстати, предстоитировано, что тары не оборотные. Поэтому мы сегодня, как федеральный оператор, этот вопрос еще решаем. То есть решения по нему нет. Будут ли платить региональные операторы за отходы от населения, значит, повысят тариф за ТКО. Конечно, федеральный оператор будет осуществлять прием отходов 1-2 классов по тарифу, которые утверждены. Здесь есть некий нюанс. У нас есть перечень отходов, которые подлежат обязательной утилизации. Если говорить простым языком, это те отходы, которые имеют в себе полезные компоненты, которые в последующем при обработке таких отходов могут быть проданы как вторичные материальные ресурсы. И здесь мы, как федеральный оператор, сегодня разрабатываем возможность для того, чтобы тарифы для таких видов отходов были серьезным образом снижены, либо был, например, какой-то источник компенсации. Поскольку мы прекрасно понимаем, что те отходы, которые в последующих можно продать, то, наверное, стоимость приема таких отходов, она должна отличаться от тех отходов, которые идут под стопроцентную переработку. Отдельный договор заключается на каждую партию отходов. У нас сегодня в типовой форме предусмотрено, что под каждую заявку образователя отходов на вывод заключается отдельный договор. Поэтому, если так можно сказать, да, это партия отходов, то есть вот сегодня заявлено там три позиции отходов, мы заключили на них договор, отработали, вывезли такие отходы, договор закрыли. Будет новая заявка, будет новый договор. Будут отходы передаваться на транспортирование в субподряд. Сегодня в части транспортирования предусмотрено, что федеральный оператор может либо самостоятельно транспортировать такие отходы, либо может с привлечением оператора по транспортированию отходов. Конечно, мы прекрасно понимаем, что транспортирование отходов может и не ограничиться, да, какой-то там незначительной перевозкой, ну, например, на какое-то недалекое расстояние в рамках одного транспортного средства. Конечно, у нас страна большая, у нас будет мультимодальная перевозка, это когда и транспортным средством, когда железной дорогой, и есть у нас субъекты, где потребуется перевозка морским транспортом. Поэтому в этой части, конечно, оператор по транспортированию будет вправе привлекать таких субподрядчиков на транспортирование перед ему федеральным оператором отходов. Процедура по заключению договора получается очень длительная. Сколько по времени будет обрабатывать заявку федеральный оператор? На самом деле, как бы, она не будет длительной, поскольку это все будет происходить в системе тоже. То есть у нас заявка поступает в ГИС АПВК федеральному оператору, он ее принимает, под эту заявку он, опять же, в системе, да, начинает оценивать, кто может отработать эту заявку, сам федеральный оператор, либо оператор. Поэтому мы не думаем, что здесь будет какая-то долгая процедура. Назвать конкретно дни, часы я затрудняюсь, потому что для каждой заявки будет своя собственная история. То есть при этом мы прекрасно понимаем, что могут быть такие, передаваться виды отходов, которые, например, очень сложно найти, не знаю, лицо, которое их утилизирует или обеспредит. То есть мы тоже допускаем такую ситуацию. Поэтому каждая заявка будет по-своему отрабатываться федеральным оператором с точки зрения срока. Договор заключается на все виды отходов 1-2 класса в опасности или есть какие-то ограничения? Ну, смотрите, у нас договор, в принципе, заключается только по видам отходов, которые относятся к 1-2 классу. Соответственно, мы будем заключать договор под те виды отходов, которые указаны в заявке. Если вы укажете в заявке все виды отходов 1-2 класса, все 4-44 вида, что, наверное, практически исключена такая ситуация, но если теоретически ее предположить, туда тогда заключен договор на все такие виды отходов. Так, я прочитала все вопросы, которые от вас поступили. Коллеги, будут ли еще какие-то вопросы? Я прошу вас их задавать, потому что наверняка что-то еще есть, что, возможно, мне нужно более подробно ответить. Знаете, и, ну, пока еще поступают вопросы, ну, коль уж мы всем оказали возможность общения, это, по сути, наша единственная возможность. У меня есть предложение сделать общую фотографию всех участников сегодняшнего вебинара, поэтому я прошу вас всех включить в виде, ну, свою камеру. Давайте ее включим, и администратор сделает нашу общую фотографию сегодняшнего вебинара. О, как мило, я начинаю видеть людей, которые меня слушали. Ну, не все еще включили. Включайтесь активнее, мы сделаем фотографии, и вот вопросы поступают, я продолжу на них отвечать. Ну, в общем, у меня первые ряды самые активные включили камеру, и остальные как-то не так активно. Давайте пока все камеры включают, я отвечу еще на те вопросы, которые поступили. Так, у нашего юрлица 18 филиалов, договор заключается до полугода, такая процедура. Если мы будем заключать договор на каждую партию, то это будет бесконечно. Здесь есть нюансы, у нас ряд предприятий подпадает под действием 44 и 223 федерального закона, и здесь в части 44 закона мы планируем внесение изменений, чтобы заключение договора с федоператором было бы как заключение договора с единственным поставщиком, ну, а те, которые работают по 223 федеральному закону, они, собственно, должны будут просто в положении о закупке посмотреть возможность заключения договора с федеральным оператором. Вот поскольку, я думаю, что вы, наверное, свои филиалы, не знаю, как вы организуетесь, либо у вас будут размещаться сведения по всем филиалам от одного юрлица, либо, возможно, вы эти филиалы еще ведете в ГИС, то есть, исходя из того, кто будет подавать заявку, она так и будет обрабатываться. Запись эфира у нас, эфир транслируется на YouTube, и там в последующем будет размещена запись сегодняшнего эфира, поэтому, если потребуется пересмотреть, вы это сможете сделать. Ну, вот почти все включили камеры. Я думаю, что администратор сделает нашу с вами красивую фотографию сегодняшнего части. Есть ли еще какие-то вопросы ко мне? Нет, задавайте. Подождем. Да, еще знаете, что могу сказать? Вот сегодня, когда мы проектируем ГИС АПВК, у нас второй этап проектирования, это самый основной, да, это 90% функционала, а самое главное, это возможные договоры заключать, там, федеральную схему моделировать и так далее. Вот этот вот второй этап мы будем заканчивать летом этого года, поэтому мы планируем уже к концу лета, начало сентября, всем желающим и отхода образовательным и операторам предоставить ключи доступа в тестовом режиме ГИС АПВК, для того, чтобы вы могли начать размещать там сведения о своей деятельности. Мы это делаем для того, чтобы, ну, для всех не стало неожиданности, и все 1 января 2022 года вместо празднования Нового года не начали заходить в ГИС и размещать свои сведения, да, о своей компании. Поэтому будет возможность полномерно, да, изучить ГИС, ну и плюс, конечно, мы здесь очень рассчитываем, конечно, у нас ведется по каждому этапу опытной эксплуатации, где у нас там несколько предприятий из регионов определены, и они, собственно, эксплуатируют и говорят нам обратную связь. Но предоставив вам доступ к системе, мы также надеемся на обратную связь, потому что наша задача сделать действительно хорошую систему, чтобы всем в ней было удобно работать, ну, чтобы все было просто и понятно. Поэтому такую работу мы также организуем. Коллеги, ну, больше вопросов не поступает. Да, вот, кстати говоря, ссылка на YouTube, администратор скинул в общий чат, это те, кто захотят потом ее сохранить или пересмотреть. Вопросы больше по сегодняшнему вебинару не поступают, поэтому я тогда буду заканчивать. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам была интересна представлена информация, и мне удалось ее донести понятным и простым языком. Спасибо вам большое за внимание. Берегите себя, будьте здоровы сегодня. Это очень актуальное достижение. Спасибо.